Вольные борцы со всей России съехали из Староаскул. Турнир поколений, турнир памяти мастера спорта России Дмитрия Анатольевича Хлебникова собрали на татаме лучших представителей этого вида единоборств. Турнир памяти выдающегося староаскольца, многократного чемпиона России и мира по вольной борьбе мастера спорта СССР Дмитрия Хлебникова ежегодно собирает большое количество участников. Десятилетняя Арина Новикова – самая юная спортсменка. Соперницам по 14-15 лет, но это не мешает Арине побеждать. Пришедшая в вольную борьбу из художественной гимнастики, гибкая, но сильная и жесткая, она поставила себе цель – Олимпийские игры. Потому что там уже очень интересно, там новые соперники, все из разных стран, не только из одной области, но и очень много людей. Мне нравится бороться. Мечтает покорить мировой Олимп и потомственный вольник Ахмет Вараев. Его отец Адлан Вараев – один из ярчайших вольников времен СССР. Первый чеченский спортсмен, который завоевал право выступить на Олимпиаде. На играх в Сеуле взял серебро лишь потому, что в финальном бою с американцем судьи откровенно подслуживали противнику. Ахмет Вараев идет по стопам отца, уже имеет титул мастера спорта России. В Старый Оскол приехал во второй раз. Сегодня у спортсмена день рождения, и на татами его нет равных. Я здесь был по юношам, вот в этом зале боролся, на двору чемпионата России. И третий стал тогда. Ну, это было давно лет. 7-8, наверное. Всероссийский турнир поколений проходит уже более 20 лет. Это традиционное соревнование лучших. Победить здесь означает получить звание мастера спорта России. Это значок и удостоверение номерные. Если потерял, они не восстанавливаются. Это на всю жизнь. Да, это как орден. Это звание, которое не надо подтверждать мастера спорта. А кандидат мастера спорта – это разряд самый высший. Он подтверждается каждые три года. Перестал спортсмен выступать. У него он же не кандидат мастера спорта. У него первый разряд. Перестал опять выступать второй разряд и так далее. А мастер спорта присваивается пожизненно. Турнир поколений продлится два дня. Поболеть за староскольских спортсменов можно во дворце спорта имени Александра Невского. Анастасия Иконникова, Евгения Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.